Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас последний день июля, 31-е, и у микрофона Леон Вайнстайн. То, что я буду сейчас рассказывать, оно как бы касается Америки, но мне кажется, должно быть интересно всем, и тем, кто живет в Израиле, и в Германии, и в Канаде, и в России, даже на Украине, потому что мы поговорим сегодня о медицине, о том, какая она есть в разных странах, и какой она, в общем, должна быть, для того, чтобы быть наиболее продуктивной. Ну, начнем мы с того, что прошел второй тур дебатов среди демократических претендентов от демократической партии на титул лидера своей партии, который будет потом бороться с Доналдом Трампом за место президента. Мы узнали много интересного, может быть, не нового, а, я бы сказал так, подтверждающего ряд подозрений, которые у нас уже имелись. И сегодня я бы хотел поговорить о том, как демократы предлагают организовать здравоохранение в Соединенных Штатах Америки, а также о том, чем то, что они предлагают, отличается от того, что было до Обама Кера, отличается от Обама Кера, потому что большинство из них хочет, за исключение, по-моему, двух человек из 20, они хотят заменить Обама Кера. Раньше республиканцы все время кричали, что они поменяют и тому подобное, а сейчас демократы. Вдруг все взялись, так сказать, отменять ее, значит, действительно проблема там с ней есть. А также от того, что предлагают республиканцы, и, наверное, главное, от того, как это отличается, их видение от того, чтобы очень хотелось, чтобы было. Вот, но давайте начнем все-таки с другого, значит, с того, что не происходило в течение двух вечеров дебатов 20 кандидатов. Ни слова о Мюллере, хотя странно, да, вот, так сказать, в общем, два с половиной года только о Мюллере говорили, больше ни о чем. Ни слова. Ни слова о России, ну, практически ни слова, а за исключением того, что Трамп точно совершенно враг и предатель и тому подобное, но, так сказать, обходили острые углы, то есть Россия как бы особенно не звучала. Ни слова о том, что в стране происходит экономическое чудо, бум экономический, что женщины начали работать, а в невиданных, я бы сказал, количествах практически все те, кто хотят, потому что есть, естественно, такие, которые могут себе позволить не хотеть. Ни слова не было сказано, что среди, там, скажем, афроамериканцев черных, латино и азиатов, самая низкая безработица в истории Соединенных Штатов Америки. Ни слова о возрождении НАТО, которое случилось из-за Трампа. Ни слова о том, что Китай ворует у нас технологии, с этим надо бороться. Ни слова, что сотни фабрик бегут из Китая и часть возвращается в США, и все это из-за того давления, которое оказывает на Китай Доналд Трамп. А держатся какие-то исключительные надежды, что до ноября они протянут, а там авось, так сказать, не Трампа выберут в президенты. О чем же тогда говорили демократы? Они говорили о том, что Трамп расист, о том, что Трамп преступник, о том, что Трампа надо судить после того, как его выдворят из Белого дома, о том, что надо разрешить всем, кто хочет прийти в Штатах Америки, разрешить пересекать границу, где они хотят. И, значит, кроме того, высказывалось предложение не считать переход границы США за преступление. Я не шучу, клянусь, я не шучу. Значит, что если дети, скажем, пришли одни, подошли там взрослые, толкнули детей, они сами перешли границу, то мы немедленно, без всяких вопросов, должны их брать, любых детей, которые пройдут, значит, и там лечить, кормить, учить там и тому подобное. А взрослых, значит, ну, там, так сказать, оприходовать, там, заставить расписаться в том, что они там через какое-то время, через год, через два, в 11 часов 32 минуты, во вторник, там, два с половиной года с данного момента придут вот сюда и их будут, значит, судить. Ну, а если они не придут, то, ну, ничего не поделаешь, значит, ничего не делать по этому поводу, потому что вот Трамп делает, и он из-за этого ужасный. А кроме того, ту организацию, Айс у нас-то называется, которая занимается отловом, как раз вот нелегалов, полностью уничтожить, потому что они плохие. Почему они плохие? Потому что они распоряжение того же Конгресса выполняют, законы, вот. Они говорили о том, что пора отобрать у богатых, значит, кто это, они не определили, но похоже, что все, у кого есть какой-то заработок, значит, или доход, а, значит, вот они есть эти самые богатые, что на отобранные деньги у этих богатых надо кормить всех нуждающихся, обучать всех желающих, селить всех, у кого нет крыши над головой, или кто слишком скучен, значит, под крышей, под этой, в построенные дома, значит, на деньги вот этих самых богатых, ну, значит, кто такие богатые, понятно, да, это мы с вами, значит, строить дома на эти деньги и всех бесплатно лечить, сколько бы ни пришло, всех лечить, а сколько бы ни пришло строенными рядами границу Соединенных Штатов Америки и прямиком, значит, лечить бесплатно зубы, застарелые болезни, делать операции, аморты, если они потребуют, значит, принимать роды, если они того захотят, ну, в общем, полная, значит, коммунизма, вот, ну, а роды принимать, если родил у нас, то все, так сказать, это гражданин Америки, и все теперь, значит, ни его нельзя выгнать никому, кто к ним имеет отношение, вот. Я могу часами, собственно, говорить об этом бреде, который происходил в течение двух тех вечеров, но давайте все-таки сконцентрируемся, как я и обещал, значит, на одном предмете, на медицине. То, что в США называется медицинская страховка, таковой страховкой не является. Значит, вот, скажем, ваша машина застрахована, что это значит? Это значит, что при, там, крушении, при аварии, какой-то столкновении, ваша страховая компания, в которую вы ежемесячно платите какую-то сумму, покроет расходы на ремонт или возмещение этой машины, если она, так сказать, тотал, то, что называется, то есть сломана, да, и расходы ваши на лечение. Но это не значит, что вы можете, скажем, масло менять, там, наливать бензин, или чинить колеса за счет страховой компании, правильно, вот даже такое в голову не придет, потому что это и есть страховка. Она страхует то, что они называют страховой случай. Вот случай, какой-то случился, так сказать, а не ежедневную нормальную жизнь вашего автомобиля. Или застраховка вашего дома. Вы его застраховали, там, от пожара, от наводнения, не знаю, от воров, от землетрясения, от чего вы там его страхуете. Значит, ну, водопровод вы чините сами, верно? И газ, там, и электричество вы платите сами. Вам даже в голову не придет обратиться в страховую компанию и сказать, а ну-ка, давай оплати, оплати полностью или частично мое электричество. Медицинская страховка в США, она оплачивает, так сказать, вам, я говорю, для сравнения, скажем, да, так сказать, там, бензин, электричество и мелкие починки. То есть, вы отдаете много денег ежемесячно, скажем, каким-то дядям, там, или тетям, не знаю, неважно, полдюаршин, который где-то там находится, вы даже не знаете где, а потом вам, значит, все равно сколько стоит лечение, правильно? Врачи, там, госпиталя, лекарства, я не знаю, так сказать, о чем-то бы эти дяди договорились за вашей спиной, с госпиталями, с врачами, там, со всеми, да? А потом еще, значит, они поднимают, поднимают, поднимают вашу ежемесячную оплату расходом, который вы несете, ежемесячной выплате. Вот я, например, до Обамакер платил мою часть анализа крови 5 долларов. Значит, сколько он там стоит, я не знаю. Вот, а теперь почему-то прошло, так сказать, совсем немного времени, и я плачу 35 долларов за то же самое. А это тоже называется со-оплата, то есть, как бы, вот, основу оплаты берет на себя страховка, а со-оплату, маленькую часть, должен платить я. Но у меня сразу же возникает вопрос, а почему это так дорого вдруг стало стоить, да? Вот, а может быть, вообще, этот анализ можно сделать в какой-то лаборатории за 15 долларов, дать им наличку, они сделают, и они будут счастливы, а не 35 часть, а еще кто-то, если доплачивает, потому что мы ничего не знаем, о чем они там между собой договариваются. Значит, в возрасте 60 лет, мне сейчас немножко больше, мы с женой платили по 800 долларов в месяц, за каждый год, значит, 800, да? Итого 1600 долларов за нас двоих каждый месяц в страховку. Это вот был, так сказать, ежемесячный взнос. А потом вот эти вот со-оплаты. Но, значит, ну и кроме того еще, так сказать, со-оплата за лекарства, там, со-оплата за что-то еще. Но для докторов и госпиталей, вот интересная вещь, интересная мысль, я не являюсь их клиентом. То есть, ну, понятно, что, так сказать, я прихожу, и, так сказать, мой, мой... Ну, вот машину вы привели, вам машину чинят, машина не является клиентом механика, вы являетесь, да? Если бы машина сама платила, то, значит, для механика машина была бы клиентом. Но не она. То же самое происходит с нами. Значит, не я плачу им, то есть, ну, не мы с вами, и не я с ними торгуюсь, верно? А, значит, не меня они пытаются ублажать, и из кожи вон лезть, значит, чтобы я почувствовал себя хорошо. Для них клиент – это страховая компания. А больные – это вот некие субъекты, как машина, как дом, которых посылают или не посылает страховая компания к ним. Однажды приехал к нам друг из Грузии, к которому должны были делать операцию на сосуды, сердечно-сосудистые всякие проблемы, вставлять, там, так сказать, какие-то шпунтили. Вот, мы привели его к хорошему, очень, специалисту. Тот послал документацию в госпиталь, и вскоре, значит, мы получили предложение от госпиталя по операции на сумму, где была написана сумма 95 тысяч долларов, отчего, так сказать, мы все, естественно, упали здесь. Я, так сказать, нашел телефон, номер телефона, позвонил, какая-то милая женщина мне ответила, и говорю, ну, нет у него такой суммы, да и вообще, так сказать, нам, как бы, говорили какие-то совершенно другие слова, так сказать, таких даже близко я произведу. Он из-за этого приехал сюда. Она говорит, а-а-а, то есть вы не по страховке идете, да? Вы сами платите. Я говорю, да, конечно. Она говорит, наличкой, что ли? Я говорю, ну, чек. Она говорит, да-да-да, я понимаю. Значит, сейчас, секундочку, проходит там пять минут, и она присылает мне другое предложение. Значит, на 18 тысяч долларов. То есть уже иногда 90 с лишним, да, а на 18 тысяч немножко, так сказать, упало, да? В финале мы сговорились с ней, там она ходила к начальному, что-то выясняла, на 14 тысяч. То есть, когда я сам торгуюсь, когда врачи госпиталь знают, что я могу пойти вообще просто в другое место, да, так сказать, что они за меня борются, значит, они мне делают все, чтобы я отдал свои деньги им, верно? А не другим, вот. Абаму Кер была введена в свое время для того, чтобы понизить расходы. Нам сказали, что на 2500 долларов семья из четырех человек понизить свои в год расходы, чтобы больше людей, второе, значит, смогли пользоваться страховкой, и чтобы те, у кого были застарелые какие-то болезни, заболевания до прихода в страховую компанию, чтобы они получили бы адекватное медицинское обслуживание, потому что, значит, страховые компании, естественно, не хотели принимать заведомо людей, на которые, так сказать, много очень денег на них надо тратить. А до введения вот этого закона, который мы называем Обама Кер, в каждом штате присутствовало там 3, 4, 5 страховых компаний, которые практически друг с другом не конкурировали. Они как бы делили рынок между собой, такая, так сказать, между... В каждом штате была такая комиссия по медицинской страховке, которая, я так понимаю, так сказать, брала деньги, там куда-то что-то делала, и никого не пускала, кроме этих компаний, на рынок. А, кстати, никогда не объясняя, почему, значит, много раз спрашивали, никогда не получили, разумительно, вообще никакого ответа по этому поводу. После введения Обама Кер ситуация еще ухудшилась. Значит, теперь все, значит, прописанные вот в штате, в каждом штате свои компании, не имели права писать страховки, или предлагать вам страховки, которые годились как бы именно вам, вашей группе населения. Они могли предлагать только типовые страховки, утвержденные государством. Иными словами, мужчины платили за возможность уйти в декретный отпуск, а женщины за лечение простаты. Обама Кер оказался способом просто социалистического перераспределения денег. То есть те, кто зарабатывали, значит, стали платить намного больше, а те, кто, там, скажем, мало зарабатывали, ничего не зарабатывали, они стали платить ноль, ничего. А кроме того, появилось огромное количество людей, находящихся в стране незаконно, говоря, что их приблизительно 15 миллионов, хотя никто не знает, может быть, 20-25, никто не знает, которых, значит, стали уговаривать, чтобы они шли бесплатно лечиться. И довольно, так сказать, активно уговаривали на их собственном испанском, а в основном-то люди испанцы, испаноговорящие. Вот. Вместо того, чтобы уменьшить оплату медицины на 2500 долларов, как нам в год, как нам обещали, стоимость медицины, значит, из-за прихода миллионов неплачащих людей, а за них же надо платить, что приходят лекарства, свет, время врача, время медсестры и тому подобное. Кто-то ведь должен надо платить. Ну, значит, одновременно, кстати, выросли, ну, и платили, естественно, вот, богатые. А одновременно с этим выросли и очереди к врачам и в больнице. И изменилось еще одно очень важное обстоятельство. Наверное, важнее, чем подождать, так сказать, еще полчаса. Страховки стали платить врачам так мало за больного, что врач не может себе позволить тратить более чем 3-4 минуты, там, 5 минут максимум на пациента. А должен быстро забежать, быстро, так сказать, его выслушать, что-то написать, там, такое, так сказать, он делает вид, что он... А на самом деле он внутри бежит, да? Потому что от количества пациентов, которые он посмотрит, зависит, сколько он получает. А получать стало очень мало за каждого пациента. Ну, это бежит дальше, значит. Поэтому нас посылают вместо врачей к медсестрам, либо нам посылают еще в какие-то там... К специалистам вообще, так сказать, очень сложно попасть стало, потому что врачам платят премиальные за то, чтобы они не посылали нас к специалистам. То есть, объясняю. А, скажем, врач, который посылает мало пациентов, процент, так сказать, маленький, к специалистам, он получает премию от страховой компании. А тот, который много, он премию не получает. Значит, вот, поэтому, как бы, не совсем выгодно врачам отправлять нас, нас с вами, нас с вами, так сказать, которые не являются для них клиентами, клиент для них кто-то другой, да? И на нас, ну, там, скажем, за исключением чистого альтруизма и любви к человечеству, им наплевать, да? Вот. А думаете, они помогут вам попасть к специалисту даже тогда, когда вам это необходимо? Я думаю, что не очень. Вот. На сегодня хотя бы можно перейти из одной страховой компании в другую. Не то, чтобы это там очень много дало, потому что они все предлагают однотипные страховые вот эти полисы, да? Ну, вот, можно хотя бы поменять врача, там, допустим. Или если вы платите мало за свою страховку, то сможете получить немало, я имею в виду, немало платить за свою страховку, то можете получить мнение второго специалиста. То есть, страховки, при которых, так сказать, хочешь идти к другому специалисту, иди за свой счет, так сказать, что-то там делай, да? Хотя бы можно пойти на свой счет, оплатить что-то. Вот. Так сказать, товарищи демократы, они немножко, так сказать, другое предлагают. Сейчас я объясню. А стоявшие на сцене вот 20 демократов предложили, значит, приблизительно следующее. Значит, вся медицина переходит в руки государства, со всех собирают налоги, с богатых, ну, помните, кто такие богатые, да, больше, с бедных ничего. Далее пациент идет в районную поликлинику, где он прописан, где его принимает врач, имеющий лист разрешенных лекарств и процедур. Почему-то вот мне лично уже ясно, что дорогие новые лекарства и дорогостоящие процедуры будут разрешены не всем. Пациент ничего не платит, значит, ну, как в ГДР, там, КНДР, СССР, Монголии, в Северной Корее, а врач ничем не мотивирован. Ну, есть, скажем, так сказать, четвертое управление, или, может, оно будет названо там девятое управление, или какое-нибудь там двадцать пятое управление, куда, значит, за высоким чистоколом, за высоким забором ходят те, кто придумывает эти законы. Мы уже точно знаем, что когда Конгресс и Сенат принимают, что он идиотский, против народа своего закона, то они тут же себя выделяют. Вот из Обама Кера они выделены. Они не обязаны подчиняться Обама Кера, у них совершенно другой там закон внутри, что, с моей точки зрения, абсолютно запрещено Конституцией Соединенных Штатов Америки. Но, так сказать, так как все сенаторы, все конгрессмены, их семьи и тому подобное этим пользуются, то, естественно, значит, никто из них не идет оспаривать всю эту историю наверх, куда-то наверх, вверх он рисунок, например. Потому что там, где бесплатно, почему плохо нас начинают лечить, значит, там всегда очереди, там всегда наплевательское отношение персонала и абсолютное бесправие того, кто сидит в очереди и ждет. И кого волнует, собственно, помрет он в этой очереди или нет? Я почти уверен, что, ну, никого. Ну, из-за исключения, опять же, очень хороших людей. Демократы почти все, значит, не хочу сказать совсем, себя, по-моему, так сказать, я бы сказал так, 18 из 20 хотят предоставить бесплатное лечение всем нелегалам, всем, кто зашел в США подлечиться, значит, и уехать домой после этого. Вот представляете, на каком уровне будет вот эта медицина, которую они нам предлагают, и представляете, что с нас, богатых, будут брать за этот кошмар, значит, сколько денег, и все больше, и больше, и больше, потому что миллионы людей будут ехать лечиться, да, за наш счет. Вот, хуже и хуже лечить, меньше и меньше времени на них тратить, но, тем не менее, восстановиться все больше и больше. А к членам Конгресса, там, Сената, правительства, к чиновникам департаментов управления, там, государственных, или городских, это все не будет иметь ни малейшего отношения. Вот, они ведь будут лечиться за забором, за закрытыми дверьми, куда нас, богатых, пускать не будут. Ну, только если за взятку. А там, вынесут лекарство, которое действительно лечит. Думаете, долго проживете? Вот, и так, взятки, блат, самое большое в мире неравноправие, которое только можно выдумать, это то, что хотят демократы, это демократическая партия Соединенных Штатов Америки, в чем они не то, что признались, они гордо об этом говорили на сцене, значит, два дня, вчера и сегодня. Я все-таки надеюсь, что хоть часть из них наивные идиоты, а не все закончили и подлецы. Что же такое, что же такое, вот я обещал вам сказать, что же такое нормальная страховая медицина? А вот что предлагает, скажем, сенатор Рент Пол, значит, и его предложение, оно такая квинтэссенция того, что о чем много лет говорили, ну, скажем, так сказать, правые республиканцы, консерваторы, не знаю, капиталисты. Первое. Люди должны иметь возможность покупать страховку у любой компании на территории Соединенных Штатов Америки, таким образом развивая конкуренцию, сбивая цены и улучшая обслуживание. Я надеюсь, что все понимают, что когда есть конкуренция, то цены падают, а обслуживание улучшается. Конкуренция не российская, да, нормальная, человеческая. Второе. Страховка должна иметь право предлагать любые способы обслуживания, любые типы обслуживания. Кто-то хочет, скажем, как с автомобилем, значит, не платить за лекарства от насморка, но если нужна операция, то, значит, вступает страховка, а другой, например, хочет отдавать просто деньги, там много денег, неважно ему, но главное, чтобы он ничем не занимался и ни о чем не думать, значит, чтобы еще, значит, от врача за ним присылали, там, я не знаю, там, Линкольн-лимузин, да, ну, почему нет, плати и пришлют вообще все шоу. Три. Каждый человек может, скажем, открывать, вкладывать, открывать и вкладывать специальный банковский счет, который будет называться там счет здоровья, да. Деньги, которые он будет туда класть, они не будут облагаться налогами, но тратить он их не сможет там, так сказать, на развлечения, на что-то еще. Учитываться будут только те деньги, которые он тратит на все, что связано со здоровьем. Не только лекарства, не только врачи, не только в госпитале, не только страховка, но и йога, и витамины, и диетическое питание, и любое, что идет на пользу, да, на пользу его здоровья. Таким образом, врачи, фармацевты и госпитали будут конкурировать за пациента, за нас с вами. Они будут понижать стоимость товаров и услуг и предлагать качественные товары и услуги. И выживать будут из них не те, кто дал взятку чиновникам из страховой компании, да. Я имею в виду, так сказать, страховые компании, которые дали взятку чиновникам в государстве, скажем, где-то там, в каком-то штате, и поэтому никого другого не пустили. Эти взяли в рядкой, а другие, так сказать, не пустят. За этого и дали, да. А те, кто дал больше потребителю, то есть дал вам хорошее ослуживание за хорошую цену, потому что иначе вы пойдете к другому, и тогда он умрет. Ну как же, значит, вы спросите, проблема с тем, что страховки не хотят брать людей с существующими заболеваниями, да. То есть какие-то кондиции, как здесь говорят, которые у вас были до того, страховка смотрит и говорит, зачем он мне нужен, я уже знаю, что очень много денег будет стоить, так сказать, не приходи-ка мне, да. Так вот, Рэнд Пол решил и эту проблему. Значит, у всех жителей США будет два года, чтобы выбрать из многообразия страховок и предложений. Страховки в течение этих двух лет не будут иметь права отказать никому. Два года ты принимаешь всех, только тогда мы даем тебе право быть страховой компанией на территории Соединенных Штатов Америки. А, значит, через два года 100% людей с заболеваниями будут застрахованы. А всех остальных, ну, может быть, кто-то не захочет страховаться, скажет, да, ну, а что, я лучше помру. Это его тогда личное дело. Вот. А всех остальных необходимо будет страховать до рождения. Почему до рождения, а не после? Чтобы покрыть все родовые расходы, все родовые дефекты и врожденные заболевания. Все, кто может страховать своих детей, и будут это делать под страхом, что называется, что если у него, у ребенка будет серьезное заболевание, он окажется за бортом. А те, кто не сможет сам страховать, будут обращаться в специальный фонд, и, так сказать, государственный, и его, до того, как родители встанут на ноги, будет страховать государство, ну, то есть, так сказать, налогоплательщики, естественно, государства, своих денег нету. То есть, мы с вами. В этом варианте страхование только больших расходов, прямое обращение к врачам, выбор врача, ну, как мы выбираем, там, скажем, чинить автомашину у того, там, или у другого механика, там, красить дом, там, кто нам будет, или у кого купить компьютер и какой фирмы. Вот точно так же, так сказать, мы будем выбирать своих докторов. Приведет к снижению расходов, как уже много раз говорили, и к улучшению обслуживания, а не к ухудшению обслуживания и повышению доходов, как приводит вариант, когда государство всем занимается и всем на все наплевать. Вот, но этого не предлагают демократы. То есть, демократическая партия не предлагает этих вариантов вообще. Демпартия говорит, значит, отдай нам свои деньги, а мы разберемся, лучше, чем ты, как их тратить с самым, с нашей точки зрения, наилучшим и эффективным образом. А если бы они были ангелы, вот, то, вот тогда, может быть, я бы им поверил, но они не ангелы. Поэтому не дай нам Бог ни одного из тех, который стоял на сцене вчера и сегодня и говорил красивые слова, врал, так, 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 не краснее, я бы сказал, кто плевал, по большому счету, на нас, кто, вот, кто смотрел прямо в микрофон, улыбался и говорил о Трампе, о Трампе, о Трампе и о себе, а не о нас. И выдвигал идеи, которые тысячу раз выдвигались и во всяких, не знаю, за последние сто лет, по-моему, в каждой стране это уже происходило и каждый раз это приводило к катастрофам, но они не устают повторять все то же самое. Ни одного из них нельзя допускать в белый дом. На этом все. До свидания. Продолжение следует...